Приветствую вас, дорогие сестры и братья. Я хочу обратить внимание ваше на Нагорную проповедь. Я много-долго проповедовал на Нагорную проповедь Иисуса Христа. Она меня захватила своей такой уникальностью, необычностью, глубиной требований, глубиной посвящения, которое Иисус Христос предлагает нам. Я помню, один мой друг прочитал первый раз Нагорную проповедь, и он сказал, «Все, я не попаду на небо». И если вырывать какие-то члены, которые ко греху влекут, он говорит, «У меня надо все повырывать, обе руки, все 10 пальцев, две ноги, уши, язык, глаза, все влечет ко греху». Потом он прочитал второй раз Нагорную проповедь и говорит, «Никто не попадет на небо, никто не совершенен». Ну и я с ним вполне согласен, никто из нас не может своими силами попасть туда, и мы спасаемся милостью Божьей, и мы благодарны Господу за Его милость, за то, что милостью Божией, благодатью Божией мы можем быть вместе с Ним, но, конечно, при этом мы не останавливаемся на достигнутом, и мы стремимся дальше, и мы возрастаем, и возрастаем вот в тех требованиях, которые и заповедях, которые Христос оставил нас. И сегодня я хотел обратить внимание наше на еще одну заповедь Иисуса Христа, на еще один момент в жизни, в котором нам надо возрастать. И это 7 глава Евангелия от Матфея, 7 глава с 1 по 5 стих, заповедь «Не судите». Это очень своевременное предупреждение для праведных людей, для тех, кто уже достиг какого-то уровня праведности, для тех, кто молится регулярно, для тех, кто читает Библию, для тех, кто лучше других, именно вот в сердце этого человека может закраса мысль, «Я не таков, как прочие люди», именно он может начать судить других. Давайте прочитаем Евангелия от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стихи. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам отмерят. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Прежде чем говорить о грехе суда, несколько мыслей о том, что не запрещает Христос своей заповедью. Конечно, он не запрещает судебной системы, и в свое время Бог установил суд в Израиле, изложил правила ведения суда и дал власть и суд творить правду и справедливость начальствующим. Он не запрещает выявлять и обличать грех в церкви, как хорошо выразился Джон Стодд. «Это заповедь, не судите, это призыв быть великодушным, а не требование быть слепым». То есть мы находим грех, мы подвергаем человека церковной дисциплине, мы наказываем грех. И, конечно, церковь должна выносить суждения по вопросам морали или учения, отличать ложь от истины, правильный поступок от неправильного. Я думаю, даже наша проблема в том, что мы во многом потеряли способность судить. Особенно способность судить и различать то, что происходит в этом мире. Скажем, какую роль играют в нашей жизни средства массовой информации, как лукавый хочет воздействовать над нас через современную культуру. Мы теряем эту способность судить. Может быть, нам надо больше и больше читать Слово Божие, чтобы определять, видеть, что есть правда, что неправда, что преподавать и отличать истину от лжи. Но заповедь, не судите, направлена против осуждения, против поспешного, необдуманного часто духа суда, самоправедности. Можно так перевести ее. Не объявляйте приговора, не критикуйте людей, не говорите с целью осудить, не обговаривайте людей, чему мы по слабости человеческой так подвержены. Освальд Чемберс говорил, что средний христианин – самое критически настроенное существо, потому что его ум уже освобожден Божьей благодатью, но еще не наполнен волней, и поэтому он уже получает такую способность судить. Несколько примеров поспешного суда. Не судите по внешности. Недавно Господь меня устыдил. Я в своем сердце осудил молодого человека, который носил длинные волосы. Я считал, что посетителю дома Волитвы это неприлично. Волосы должны быть такой длинны, как у меня. Не слишком длинные и не слишком короткие. Именно таким я себе представляю благочестивого христианина. Но я помню, как-то в церкви понадобились рабочие руки, и было сделано соответствующее объявление для молодежи. Нужно было прийти, помочь после бури собрать поваленные деревья. И в назначенный день пришло немного людей, а из молодежи только один этот парень с длинными волосами, еще кто-то. И вот так смотрел на него, как он усердно трудится, и раскаялся в своем сердце. Потому что правильные верующие не пришли. А вот неправильный этот пришел. Ну правда история на этом не закончилась. К моей радости, после крещения молодой человек постригся. Вот так что он теперь правильный христианин. Но внешность может быть обманчивой. Мы знаем. Встречают по одежке, опровожают по уму, мы знаем. Но что говорит нам об этом? Не спешите судить о человеке. По костюму его, галстуку, по наличию или отсутствию бороды, по соответствию одежде, моде и так далее. Не судите по образованию или диплому. Как-то у нас на работу в одну миссию, работа связана с образованием, приняли брата, простого брата. И помню возмущение одной сестры. Она говорила, ну что может этот столяр? Чему он будет учить? И когда я слушал ее возмущение, мне стало не по себе, потому что я сам родился не с дипломом. Вот я долгое время работал на заводе электромонтером. И я думал о том, разве Господь не может себе воздвигнуть служителей даже из камней? Тем более из водителей, из токарей, из строителей, из программистов и других. Вот. Кстати, сам Христос не сыном ли был плотника? Но Бог может использовать таких людей. Не судите о человеке по его должности или профессии. Недавно я столкнулся с такой неприятной статьей в журнале «Голос мучеников». Может быть, кто-то из вас читал этот журнал. Очень хороший журнал, который рассказывает о мучениях, о гонениях на христиан в разных частях мира. И статья называлась «Отеческая забота батьки Лукашенко». Отеческая в кавычках. Ну там было о проблемах, связанных с имущественным состоянием одной церкви в Минске, у которой забирали дом молитвы. И хотя в журнале публикуется вот очень поучительная информация и хорошая, но в упомянутой статье вот была информация изложена по принципу «Если ты чиновник, значит ты негодяй». И автор так писал, что чиновники везде одинаковы и в России, и в Белоруссии, и особенно в Украине. Он писал в Украине это. «Они одинаковы в тупости принятия решений, в неумении мыслить выше уровня собственного стола. Эти начальники, здесь я упускаю несколько неприличных выражений, думают о том, как после работы выпить поскорее водки и побраконьерить». И так далее. Конечно, модно в наше время так власть ругать, говорить плохо о власти. Вот в нас брат один молится так иногда, или говорит, что так молится о власти словами псалма, что «да будут дни его краткие, и достоинство его допримет другой», вот говоря о нашем президенте. Хотя я не думаю, что именно это имел в виду апостол Павел, когда говорил про Суша висовать молитвы за царей, начальствующих и так далее. Начальник есть Божий слуга тебе на добро. И, конечно, не все начальники делают добро, но на каком основании мы можем судить всех сразу. Можно говорить о конкретном грехе. Есть среди начальников хорошие люди. Вспомните Авдия. Кажется, можно ли было найти хорошего человека в дворце Ахава. Но там был человек, который благословлял и сохранял пророков Божиих. А если кто-то нарушает закон свой или закон своей страны, то нужно говорить о конкретном грехе, а не судить всех и сразу. В таком грехе осуждения был виновен фарисей. Как только он увидел вдали мытаря, помните, сразу появилось сравнение. Я не таков, как этот мытарь. Фарисей был уверен, если мытарь, значит вор. Ну, у нас так некоторые думают. Разве таможенник не может не воровать? Ну, это его профессия. А Писание говорит, что тот пошел в дом свой более оправданным, нежели фарисей. Не судите о человеке по месту жительства или национальности. Когда фарисеи осуждали Иисуса, за него вступился Никодим. Помните, он говорит, судит ли наш закон человека, прежде нежели не выслушит его и не узнает, что он делает. И на это сказали ему. И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. У фарисеев было такое представление, ну, отчасти, наверное, они основывались на Ветхом Завете даже, что от Галилеян ничего хорошего ожидать не приходится. В этой местности духовные люди не рождаются. Они просмотрели Мессию. Не судите о человеке по национальности. Скажем, за то, что он лицо кавказской национальности. Национальность не делает человека грешником. Есть добрые и злые лица кавказской национальности, а есть добрые и злые славяне. Мы сами с этим сталкивались. Во всяком народе есть боящиеся Господа и поступающие по правде, и они угодны Господу. Не судите о человеке по материальному состоянию. Наше социалистическое мышление выражается в том, что мы негативно воспринимаем богатых. Буржуям, кстати. Особенно верующим, которые все оставили, которые заботятся только горним. Очень трудно не осуждать обычных верующих, владеющих каким-то богатством. Такая мысль, что честный человек, мол, не может быть богатым. Помните, в книге Бытия мы читаем, что Бог необычайно благословил Исаака. И когда Исаак сеял пшеницу, он собирал во сто крат. Когда он разводил в стада, они умножались с удивительной быстротой. И филистимляне начали ему завидовать. Как человек за короткое время разбогатеет? Если он так быстро разбогател, его не любят. Даже если он нажил свое состояние, как Исаак, потом и кровью. И средний филистимлянин мог рассуждать так. Почему Исаак так богат? Потому что он бедный. И желая отомстить патриарху, подданное Вимелеха, засыпали землей его колодцы с водой. Но в Писании мы встречаем много благочестивых и богатых праведников. А есть люди бедные и порочные. Поэтому, если мы видим человека на дорогой машине, в таком красивой одежде, может быть, не надо спешить. Мы не знаем всех обстоятельств, связанных с его жизнью, как он получил это богатство, сколько он жертвует, и сколько он делает для Господа. И еще один момент я обратил внимание особое на суд в отношении других церквей. Христос говорит прежде всего о взаимоотношениях близких людей. Сучок застрял в глазе брата. И, вероятно, брата по вере. И мы судим прежде всего своих, или почти своих, тех, кто ближе к нам, тех, о кого мы больше знаем. И особенно в отношении церквей, не знаю, как у вас, но у нас есть некоторая напряженность в последнее время. И когда мы смотрим, наблюдаем за другими церквами, у нас рядом стоит дух осуждения. И он говорит, смотри, вот эти церкви не растут. Они забыли великое поручение Христа. Они оставили узкий путь, и Бог отнял от них свою благодать. О, а те церкви растут. Почему? А, наверное, они используют мирские методы привлечения людей. Они покрывают грехи, они угождают людям. Вот, и мы так объясняем. Или, когда речь идет о нас, в свою очередь, мы используем те же аргументы, и наоборот. Когда наша церковь растет, мы говорим, о, Господь благословляет нас, Господь благословляет верность. Когда церковь не растет, мы говорим, это потому, что мы проповедуем Евангелие. Узкий путь. Мало кто готовить узким путем тернистым. Мы малое стадо, но мы верны Господу. И мы все можем объяснить. Братья и сестры, берегите тело Христово. Не так много у нас баптистов и других евангельских верующих, чтобы можно было угрызать друг друга. Даже в самых таких христианских городах Белоруссии, как Кобрин, Брест, там едва ли наберется 1%. Вот я думаю, что мы должны держаться друг за друга, мы должны молиться друг за друга, поддерживать друг друга, потому что нас так мало и так много тех, кто хотел бы поглотить нас, кто хотел бы остановить Евангелие. Иисус предупреждает, каким судом судите, таким будете судимы. Какой мерой вы мерите, такой вам будут мерить. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Братья и сестры, не жалейте милости. Бог будет судить нас так же, как мы судим других. Слово судимый здесь употребляется в пассивном залоге. То есть здесь не написано, кто будет судить, но богословы говорят о божественном пассиве. То есть имеется в виду, что судить будет Бог в свое время. Бог в свое время восстанавливает справедливость. Бог воздает каждому по делам его. Но мне хотелось бы перейти сейчас вот ко второй части, которая выражена в пятом стихе. Как судить? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Есть немало причин, которые не позволяют нам судить. Например, мы не знаем всех фактов, связанных с человеком. Мы часто видим только поверхность. Знаете, есть такая детские игры, разукрашки, когда какие-то точки стоят, дети соединяют, и получается медведь или человек, кораблик. Часто мы взрослые тоже делаем, этим же занимаемся. У нас есть две точки, мы можем нарисовать целого медведя, когда мы начинаем судить. У нас нет фактов, но мы сами найдем факты. Но мы не имеем достаточно фактов. Это первое основание. Потом мы не беспристрастны. Не всегда наши мотивы чисты, как стекло. Говорят, что особо важные судебные решения древние греки выносили в темноте, чтобы судьи даже не видели, кто перед ними стоит. Потому что если мы знаем, о ком идет речь, то те же факты приобретают совсем другое значение. Вы знаете, как нам трудно делить факты от личности. Помните полицейского надзирателя, городового из рассказа Чехова «Хамелеон». Как он менял свое отношение к собачке, в зависимости от того, как поступала новая информация о возможном владельце этой собачки. Его бросало то в жар, то в холод. Но главная идея, главная причина – мы сами далеко не безгрешны, говорит Христос. Мы можем быть повинны даже в большем грехе. Иисус рисует картину. Человек решил вынуть сучок из глаза брата своего, тогда как у него бревно в глазу. Вы можете себе это представить? Вы можете себе представить торчащее из глаза бревно на метра 3, 4, 5. И с этим бревном человек подходит к другому человеку и предлагает свои услуги. И он говорит, ну вот я вижу тебе сучок попал, соринка какая-то, дай ее выну. Но может ли такой окулист помочь, если у него проблемы со зрением? Помните Давида? Когда Давид занялся офтальмологией, к нему пришел Нафан и рассказал трогательную историю о том, как богатый человек забрал единственную овечку у бедного человека, для странника. И услышав об этом, Давид преисполнился от такого благородного негодования, он сильно разгневался и говорит, жив Господь, достоин смерти этот человек. И Нафан, наверное, он выдержал паузу для эффекта, вот, чтобы Давид осознал то, что он сказал. И потом Нафан говорит, ты этот человек. Только Давид поступил хуже на самом деле. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Слово сучок означает маленький стебелек, веточку или, возможно, занозу. Ну, что-то такое в сравнении с бревном. Но суть в том, что нам гораздо легче судить маленькие проступки других, чем большие свои прегрешения. И мы найдем тысячу одну причину, чтобы оправдать себя, свои слабости, скажем, почему я опоздал, или почему я что-то не сделал, почему я о чем-то забыл. Мы всегда это можем оправдать, но так трудно оправдать других. И Христос здесь устанавливает последовательность лечения. Он говорит, лицемер, вынь прежде бревной из твоего глаза, и тогда увидишь, увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Лечить других – наша обязанность. И делать это можно разными способами. Если кто видит брата своего, согрешающему греховник смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Или, в Евангелии от Матфея, если кто согрешит против тебя, согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его. И я нуждаюсь в том, чтобы кто-то указал мне на мои ошибки и грехи. Со стороны виднее. И я благодарен некоторым членам нашей церкви, которые не боятся, подходят к пресвитию, ректору семинарии, и говорят мне в смирении о каких-то моих недостатках, о том, что я могу исправить. И такие люди помогают мне расти. Хотя мне на первый, вот поначалу неприятно слушать. Но потом я смиряюсь, думаю, это же для моего блага, а Господь дает их людей. И мы должны также указывать на грехи братьев, как бы неприятно это было. Это наша ответственность, которой нам не избежать. Конечно, легче осудить ближнего в кругу друзей или семьи за ужином, но Христос говорит именно таким образом, открытым делать. Но Он говорит, начинай с себя, вынь прежде бревно из твоего глаза. И ты да увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Сент-Экзюперил, маленьком принце, рассказывает, как король хотел назначить маленького принца министром правосудия. Может кто-то из вас читал эту поучительную историю. И маленький принц осмотрел его планету, планета была очень маленькой, он заглянул на обратную сторону планеты, с другой стороны такая очень маленькая. И он говорит, так здесь некого судить. Тогда суди сам себя, сказал король. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. И если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты поистине мудр. И об этом говорит Слово Божие. Сначала обрати внимание на свой грех, на свои отношения с Богом. Насколько чисты твои помыслы, проводишь ли ты время с Богом на самом деле, молишься, как часто нарушал его заповеди за прошедшую неделю, как много говорил и свидетельствовал о Боге. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, говорит Господь. Я думаю, как полезно время от времени устраивать суд над собой. Вот осудить себя, в свете Слова Божия заглянуть в свое сердце, прислушаться голосу Духа Святого и посмотреть, а может быть, вот в сердце корни этого дерева, который вырастает из нашего глаза, и может быть, это дерево растет и становится все больше и больше, и мы уже не замечаем своих проступков. Начнем с себя, исповедуем свои грехи. И знаете, друзья, чем лучше мы осоздаем свой грех, чем больше мы познаем себя в свете Слова Божия, тем меньше охоты судить других. Вот когда начинаешь разбираться в своем сердце, когда видишь себя, какой сам на самом деле, насколько сам несовершенен, тогда не хочется судить других, тогда хочется подобно мытарю бить себя в грудь и просить, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И когда мы осудим самого себя, тогда мы снова переживем радость прощения, тогда мир Божий наполнит наше сердце, и мы пойдем домой воистину оправданными. А что может быть лучше? Да благословит нас в этом Бог. Аминь.